Подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону является одним из важнейших мероприятий. Правильный и своевременно выполненный комплекс работ позволит спокойно и достойно встретить зиму. Подробнее в нашем следующем сюжете. Подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период завершилась в сентябре. По словам директора управляющей компании «Уютный дом» Руслана Хабибулина, на сегодняшний день все необходимые ремонтные работы и испытания внутридомовых систем водотеплоснабжения завершены. Управляющие организации вовремя оформили паспорта готовности. При подготовке к отопительному сезону, но это в основном летний период, у нас же подготовка к зиме начинается сразу же после окончания отопительного сезона. То есть ресурсоснабжающая организация, теплоснабжающая, ПТС, проще говоря, у нас в городе, предприятие тепловых сетей, отсекает задвижки свои в колодцах и начинается тут же у нас проверка системы на герметичность, на промывку ее, потом проверка на герметичность и то есть консервация до спуска следующего тепла. Это все происходит в летний период. Уже когда на старте отопительного сезона у нас дома все заполнены водой, то есть как бы, как правило, у нас минимальное количество времени проходит после пуска тепла. Да, одномоментно мы, допустим, вот если постановление выходит, что 28 сентября начали отопительный сезон, одномоментно, естественно, не можем пустить все котельные разу, но у нас, ну, 29-го у нас уже стояли все дома и социально-культурные учреждения с теплом. С 2008 года по программе капитального ремонта отремонтировано у нас порядка 121 многоквартирный дом. Проведены различные работы. Это такие, как замена крыши, замена инженерных коммуникаций, утепление фасада, ремонт фасада. В этом году отремонтировано 6 домов, 1 дом в ТСЖ отремонтировано, 5 домов в управляющей компании. На сегодняшний день в городе насчитывается 116 многоквартирных домов с центральным отоплением и 32 дома с индивидуальным отоплением. В селах района все 40 домов с индивидуальным отоплением. Кроме подготовки домов к зимнему периоду проводятся еще ряд мероприятий по благоустройству. Обслуживанием многоквартирных домов в городе Баула и Баулинском районе занимаются у нас такие организации, как ООО «Жилсервис», ООО «Комфорт», ООО «АДС», ООО «Уют», ООО «Энергосервис» и ООО «Стройсервис». Данные организации у нас обслуживают дома, условно говоря, как принято от чердака до конька дома. Данными организациями подготовлено для уборки песчаной соляной смеси порядка 80 тонн. С техникой для прохождения осенне-зеневого периода с уборкой у нас, я думаю, проблем не должно возникнуть. Это у них порядка 10 единиц техники, тракторов, грузовых автомобилей, чтобы вывозить снег. И порядка, кто непосредственно занимается уборкой, порядка 26 работников, дворников у них. В период отопительного сезона и с уборкой снега никаких проблем не должно быть, уверяет директор управляющей компании. А вот многомиллионные задолженности населения затрудняют работу управляющих организаций. На сегодняшний день у нас задолженность населения перед поставщиками вот этих услуг составляет более 38 миллионов рублей. Более 38 миллионов рублей. Ну, соответственно, в связи с чем у нас происходит снижение качества оказания услуг. То есть, получается, задолженность у нас составляет где-то порядка двух месяцев. То есть, условно говоря, это получается, что весь город порядка двух месяцев не оплачивает коммунальные услуги. Вот, соответственно, в связи с этим страдает и качество обслуживания. К слову, с нового года жители многоквартирных домов будут оплачивать за жилищно-коммунальные услуги только через портал государственных услуг Республики Татарстан. Проще, удобно, не надо нигде стоять в очереди. Плюс на сегодняшний момент данная услуга, именно оплата коммунальных платежей, оказывается без комиссии. То есть, допустим, не выходя из дома, оплатив через карту, вы можете, не оплачивая никакой комиссии, оплатить все коммунальные услуги, также передать показания приборов учета, какие необходимы. То есть, там принимают и холодную воду, и горячую воду принимает портал. Также перенимают показания газовых счетчиков, показания электроэнергии. То есть, довольно-таки удобная на сегодняшний день платформа. На перспективу хотят с нового года попробовать в качестве эксперимента установить у нас информат. Мы наставим на том, чтобы это произошло немножко раньше, до нового года, если у нас все получится. То есть, люди, чтобы имели возможность, приходя к нам, имели возможность альтернативную оплату, то есть, либо через информат, либо через кассу. То есть, чтобы люди уже понимали преимущества. А потом потихонечку, я думаю, они придут. Сейчас у нас у каждого практически сотовый телефон, либо на системе Android, либо на системе iOS. То есть, в магазинах это приложение спокойно можно взять, оно бесплатное. То есть, очень удобно и практично, скажем так. Без лишней нервно-отребки можно сделать массу удобных вещей. Индира Сайфулина, Эльмир Башаров, Бавлинское телевидение.